Михаил Михайлович Тарханов – русский и советский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии первой степени, доктор искусствоведения, член ВКП с 1947 года. Биография – родился 7 сентября 1877 года в Москве в семье часовщика и был младшим братом Ивана Москвина. Позже взял себе сценический псевдоним Тарханов, по окончании реального училища служил в банке, в 1898 году заключив контракт с антрепренером И. Е. Шуваловым, стал актером на третьих ролях, а также помощником режиссера – суфлером, бутафором, реквизитором. Михаил Тарханов выступал на сценах Калуги, Перми, Рыбинска, Симбирска, Омска, Пензы, Полтавы, Казани и многих других городов, в том числе в Театре Н.Н. Синенникова. В 1919-1922 годах артист гастрольной Качаловской группы в Харькове, Тифлисе, Батуме и за рубежом. С 1922 года во МХАТе. В 1925-1927 годах был художественным руководителем четвертой студии МХАТа, поставил студийные спектакли «Не было ни гроша». Да вдруг Алтын А.Н. Островского, Тартьюф Мольера, Цемент Ф.В. Гладкова, являясь одним из ведущих мастеров МХАТа, а с 1935 года преподавал с 1942 по 1948 годы Тарханов, художественный руководитель Гетиса имени А.Луначарского, профессор. Преподавал актерское мастерство, сценическую речь, как никто владея секретами выразительной интонации, тембра голоса и оттенков речи. Вел национальной студии украинскую, белорусскую и первую чувашскую в театральном сезоне 1947-48 ГГ. На сцене Чувашского драматического театра шла постановка Тарханова А.Са Пулаинки А.С Грибоедова с участием выпускников первой чувашской студии Гетиса. Умер 18 августа 1948 года, похоронен в Москве у Наново-Девичьем кладбище. Награда и звание – заслуженный артист республики, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР, народный артист Чувашской АССР, сталинская премия первой степени. За многолетние выдающиеся достижения в области искусства, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, медаль за оборону Кавказа, медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 год. Доктор искусствоведения, творчества, театральной работы, ревизор Н.В. Гоголя, Хлестаков, Земляника, Осип М.Х. 1922, царь Федор Иоаннович А.Толстого, Богдан Курюков и Голубь Отец. 1922, братья Карамазовы по Ф.М. Достоевскому. Максимов, 1923, на дне М. Горького, Лука и Бубнов, 1923, Иванов, А.П. Чехова, Егорушка, 1923, доктор Штопман, Гайпсена, Мартин Киль, 1924, смерть Пазухина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Живновский, 1924, три сестры, А.П. Чехова, Федор Ильич Кулыгин, 1924, ревизор Н.В. Гоголя, Лука Лукич-Хлопов, 1924, Синяя птица, М. Метерлинка, Хлеб, 1925, Горя Тума А.С. Грибоедова, Платон Михайлович Горич, 1926, Горячее сердце А.Н. Островского, Серапион Мардарьевич Градобоев, 1927, Безумный день или женить Бафинара П.А. Бомарше, Дон Гусман Бредозон, 1928, Расстратчики В.П. Катаева, Прохоров, 1929, Блокада В.С. Иванова, Осип Мироныч, 1929, Вишневый сад А.П. Чехова, Фирос, 1929, Бронепоезд от 14 до 69 В.С. В. Иванова, Семен Семенович, 1930, В.П.Л.Н. Толстому, Мужика, Старшина присяжных, 1932, Мертвые души, П.Н. В. Гоголю, Михаил Семенович Собакевич, 1933, У.Жизни в лапах, К. Гамсуна, Старик Гиле, 1933, В.Людях, П.М. Горькому, Булочник Семенов, 1934, Гроза А.Н. Островского, Савел Прокофьевич Дикой, 1935, Враги М. Горького, Генерал Печенегов, 1938, Горя Тума А.С. Грибоедова, Павел Афанасьевич Фамусов, 1939, Смерть Пазухина, М.Е. Салтыкова, Щедрина, Семен Семенович Фурначев, 1943, Последние дни, М.Булгакова, Богомазов, Фильмография, 1923, Раскольников, Семен Захарович Мармеладов, 1929, Чины и Люди, Модеста Алексеевич, 1932, Две встречи, 1933, Гроза Дикой, 1934, Иудушка Головлев. Купец Дерунов, 1934, Юность Максима Поливанов, 1936, Дубровский Антон Пафнатьевич Спицын, 1936, Отец и сын, 1937, Петр I, Фильмаршал Б.П.Шереметьев. Семья, отец Михаил Алексеевич, приказчик в часовом магазине Калашникова, что в заряде, мать Дарья Павловна, брат актер театра и кино, народный артист СССР Иван Москвин, сестра Анна Михайловна, мать актера Анатолия Горюнова. Братья Москвины принимали горячее участие в воспитании племянника, рано лишившегося отца, супруга Елизаветы Феофановна Скульска. Работала в драматических театрах Одессы и Харькова, а с 1919 года вместе с мужем М.М.Тархановым участвовала в гастролях Качаловской группы по югу России в Европе. В МХАТе с 1922 по 1954 заслуженная артистка РСФСР, похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. Сын Иван Тарханов, артист МХАТа, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, педагог, профессор школы-студии МХАТ, Елизавета Москвина Тарханова, актриса театра имени Ермоловой, Михаил Иванович Москвин Тарханов, депутат Московской городской думы, память. Творчеству М.Тарханова посвящен научно-популярный фильм «Искусство актера».